Робототехника призвана, прежде всего, участвовать в тех местах, где человеку по каким-либо признакам опасно находиться. Я, конечно же, не беру, не будем обсуждать боевое применение, но всякого рода чрезвычайных ситуациях, разминирования, просто движения в недружелюбной обстановке, в химической промышленности, тут трудно переоценить какое-либо из направлений. А робототехнические проекты подразделяются, например, на манипуляционные роботы, ребята представляют, мобильные роботы, всевозможные мобильные платформы, гусеничные, колесные. Интересные новые появились роботы на омниколеса, такие омнидирекционные роботы, так называемые, роботы, которые умеют двигаться в разные стороны. Летающие роботы, BIM-робототехника, это роботы маленькие такие, похожие на жучков, отсюда и название. Всевозможные проекты, подводные, надводные, различные. Научная школа Санкт-Петербурга, она традиционно очень сильна, это один из центров, тем более, когда с нами такие университеты, как университет ИТМО, Политехнический университет, Большой университет, здесь одна из сильных школ в теории автоматического управления, в теории систем. Например, у нас в университете ИТМО организована международная научная лаборатория. Ее соруководителем является один из ведущих ученых международных, да, и он признает нашу школу в теории управления именно как одну из самых сильнейших в России, например. На наш фестиваль приезжают ребята из Новосибирской школы, Красноярска, у нас были в прошлом году представители Хантамансийского автономного округа, в этом году к нам приехали из Казахстана, Каргандийской области, которая является уже потребителями наших образовательных решений в области робототехники. Здесь мы открыты именно для коллаборации, а не для конкуренции, для сотрудничества плодотворного. Конечно, многое из элементной базы, она приходит из-за рубежа, но если пройти по фестивалю, можно увидеть и много разработок, которые ребята собрали своими руками, причем не самые примитивные. Поэтому, знаете, мы люди творческие, я бы про политику, наверное, не очень хотел бы говорить, но я думаю, мы справимся. Число участников из года в год, на мой взгляд, да. То есть узнают про нас, про фестиваль, узнают больше про экспофорум, выставку российских промышленников и петербургский инновационный форум. Появляются новые кластеры, насколько я знаю, поэтому здесь набирается обороты, на мой взгляд. Компания «Экспофорум», которая проводит эти мероприятия, нам очень помогает здесь. И очень, мне кажется, симпатичное мероприятие, важное событие.